и на я еще туре биологии а а им всем и разными объектами и но за проекты верный гибридер ним расти она вирусы растений носить улогов так я и вирусолог ведь меня за счет а ну и сейчас наверное мы тогда сразу к цида беру как я сказал сегодня мы поговорим о растений а вот я попытаюсь вам рассказать о строении и особенности особенностях вирусов растениях кации хотя классификации каковой нет он нам экологическом значении применении в практике человека и на растительных и защита от вирусов у растений вот она подобию вирус растительным прежде всего возникает вопрос зачем все изучать вирусы расти а понятно что вирусы человека включают для болезнями вот но его известном настоящие порядка четырех тысяч чуть больше вирусов которых около тысячи растений и основная что тоже причина их изучения столетия наверное было это активное влияние вирусных заболеваний на урожай на сельском хозяйстве а ну и в том числе также для изучения прогресса в понимании взаимодействия вирус хозяин и вот это изучение превратила их важные инструментами и медицины и биотехнологии кроме того растительные вирусы используются для производства большого количества вкусных белков для разработки опасных и дорогих вакцин для человека и для животных ну кроме того согласно официальной статистике и вирусы приводят и рек потери урожая на порядка 60 миллиардов долларов а это ежегодно и в основном конечно изучались вирусы культурных растений или культивируемых растений настоящее время они сгруппированы в 40 в 73 рода и я там нет хорошо и 49 семейств то есть это лишь небольшая часть от тех видов растений да потому что вирусы диких растений не так хорошо изучен и взаимодействие между вирусами диких и культурных растений часто вирусы которые не вызывают заболевания у диких растений приводят к заболеванию вот ну и современные вот концептуальные методологические открытия прежде всего экологов и молекулярных биологов далее четко ясно понять что вирусы являются не просто разрушающими агентами важными компонентами глобальных экономических глобальных экосистем и играет большое значение для контроля технического разнообразия и прежде всего они взаимодействуют на границах так называемых агроэкологических интерфейсов то есть там где встречаются и ки растения с культурными растениями растения составляют более чем 8 80 процентов биомассы на земле и тем самым самым вирусы растений оказывают большое влияние на стабильность функционирования экосистемы то есть это технические да и технические заминки они хотят настроить поэтому паузу сделаю да а вот там указывается в имеющих да ну и как я сказал что влияют на функционирование экосистемы прежде всего вирусы контролируют чрезмерный рост генетически однородных популяций и кроме того они могут способствовать адаптации своих хозяев то есть растения на которых они размножаются к меняющейся среде ну то есть это важное логическое значение вирусов и вероятно это происходит с самого момента появления жизненности от миллионов и более лет назад ну как вы наверно знаете все из вас вирусологи или интересуются вирусами до самого начала вирусологии началось с изучение вирусов растений это 1892 год статья новского описывающая пирулентность в листовом соке крымского табака и растения только здоровые растения заражались сроком пораженных растений хотя причину ему не удалось выявить а вот позже 20 веке точнее 20 годах 19 20 века винсен выделил возбудителя болезни табачной мозаики то есть то что он назвал вирусом и в тридцать шестом году бауден вернее было опубликовано бауден и пар пири показали что этот патоген содержит рнк и белковые компоненты ну и позже уже в 50-х годах 20 века была создана генетическая информация хранится в молекулах рнк и уже вот в начале 70-х годах была опубликована статья которая разработала концепцию самосборки рнк и оболочки но вот здесь а рисунки виден как раз вражение собачной мозаики да а у него юмонов и диаметр 18 ну как и другие вирусы животных человека растительные вирусы являются облигатными внутриклеточными паразитами то есть тоже они не имеют механизма репликации без своего хозяина ну и большинство вирусов растений имеют форму палочек внутри у них белковый диск да они образуют трубку и вот в этой трубке содержится отверстие где водится рнк или днк хотя бывают и сферические растительные вирусы растений намного менее изучены чем вирусы животных но вот тут а на этом слайде изображены некоторые вирусы растений да в основном палочка образные бывают догнутые разной длины и толщины ну и вот иногда встречается форма и коса ядра то есть двадцатигранника которые имеют на кажутся на микроскопом как шарообразные ну и типичный размер диаметр сферического вируса юманов а как я вам сказал вирус бачной мозаики 11 а и и нам состоит из вести тысяч трехсот нуклеотидов и нам и рынков и положительное положительной и ровно и рынка вот и инкопулируется вот в 2130 копеек белка оболочки хотя размер вирусов сильно варьирует и некоторые вирусы достигают 200 нюманов и даже больше что для сравнения что средний размер клетки мизофила листа он примерно 50 он да а давайте рассмотрим строение до вируса одного из наиболее хорошо изученных это вирус табачной мозаики он называется еще и относится к роду обама вирус тоже спала положительная сплава 1 цепочный рнк как я вам уже говорил держит пачок метилгуазин ваназин и не трон до 3 праймите ар кодирующий транспортную рнк и всего белок кодирует 4 белка вот здесь видно четыре рф и рамки щит по из которых чувствуют в репликации рынка также так называемый муман протеин или белки движения и белки ответственны да так что но опять же возвращаясь к систематике филогене вирусов довольно сложную производить потому что вирусы не оставили никаких накопаемых остатков, и их эволюция может быть установлена только путем биоинформатического филогенетического анализа. Этот анализ довольно хорошо работает на промежуточных таксонах, то есть род семейства довольно сложно или порой даже невозможно на более низком видовом уровне или более высоких таксономических уровнях установить их происхождение. Ну и прежде всего, как вы знаете, это происходит из-за того, что вирусы имеют большую скорость размножения и мутации, цикл размножения приводит к ряду сходных, но идентичных вариантов, и мутации варьируют от точных мутантов до делец и штаммов и самых различных рекомбинаций, межвидовые и видовые и тому подобное. И считается, что вирусы на Земле возникали более одного раза. Ну и кроме того, вообще сейчас, когда говорят растительный вирус, как бы само понятие растительный вирус становится проблематичным, потому что многие современные вирусы растений, они заражают нерастительные организмы, прежде всего переносчики, которыми они распространяются, это вирусы, то есть называемые векторами, да, и большинство из них развились из чернистоногих, из грибов и прочих растительных организмов. Для истории и эволюции вирусов охватывают три основных этапа. Это к эволюции и совместная дивергенция вирусов растений с хозяевами, ну, например, я указал, корновирусы. Потом эволюция, которая осуществлялась горизонтальным переносом между вирусами, заражающими исходной группы организмов, да, в том числе гуниновирусы. То есть горизонтальный перенос – это довольно известное свойство вирусов, да, и параллельная эволюция вирусных групп со связанными генетическими элементами, да, ну, вот для примера я указал цирковирусы и гемининовирусы. Ну, вот этот слайд показывает как раз от свежего ревью Неча, да, он показывает множественное происхождение вирусов растений. Ну, здесь видно, что идентифицирующие, идентифицирующие нерастения, ближайшие родственники растений – это грибы, здесь они обозначены коричневыми кружочками, и чернистоногие, плохо с цветами, розовые, да, или сиреневые цветы. И, не считая вирусы, которые заражают как растения, так и грибы, ведь чернистоногие, ну, прежде всего, это семейства партитиверида и реаверида. Значит, большинство вирусов, даже чисто растительных, вот, например, вот эти вот каулима верида и 14 – это поливерида. Они имеют геномные фрагменты и очень большие фрагменты, которые гомологичны вирусам чернистоногих и грибов. Ну, вот, например, РНК-зависимые, РНК-полимеразы, секавиридов, и они тесно связаны с таковыми у ициставиридов, ифловирусов и других, которые заражают простительно-посредственных нематод и прочих беспозвоночных. Кроме того, различное происхождение вирусов позволяет, как бы, произвести их эволюционную классификацию в пределах, как я сказал, только определенных типов вирусов. Ну, вот, прежде всего, вирусы, которые имеют геномы с положительной или отрицательной РНК-цепью, или небольшие геномы ДНК-цепью с двойной или одинарной цепью. Ну, и первый вирус был, как я уже сказал ранее, очищен и выделен только в 30-х годах. Вот, то есть, как бы, систематика довольно молодая у вирусов еще. Кроме того, ряд ограничений и сложностей. И вот ранее вирусы в основном классифицировались на основе растений-хозяина, в котором он был обнаружен, либо типа симптома, который он вызывал. Да, ну, вот, например, вирус мозаики АК или вирус мозаики капусты. Ну, вот, кроме того, есть так называемая систематика по Балтимору. Вот, это прежде всего по типу наследственного материала, которым содержит вирус. Значит, наибольшее количество растительных вирусов владает положительными одноцепочными рынковыми киномами, то есть положительный, который аналогичен мессенджерной РНК, да? Ну, и наиболее технически важный из них – это вот промеверида, которые заражают костер, злак такой. Лостеверида, теоверида и потеверида. Ну, и относительно немного растительные вирусы с питательной рынковой почкой, то есть она требует транскрибироваться, прежде чем транслироваться дальше, да? То есть транскрибироваться, требует обратную транскрибироваться. И в этих организмах мало, в основном семейства универида и рабдовид. Ну, и вот риоверида – это самое большое семейство двухцепочных вирусов, да? Ну, и также несколько, ну, одно семейство растительных вирусов от... А, да, это ДНК от двухцепочных вирусов. Да, и самое вот семейство двухцепочных вирусов – это каульмаверида и так называемые параретровирусы. Вот к ним относятся, прежде всего, вирусы сайки капусты и от других вирусов. Вот там все они параретровирусы. Для их репликации нужен раковый интермедиат. Вирусы одноцепочные, ДНК, промежуточный продукт ДНК двойной цепочки, да, в своем жизненном цикле, ну и вот экономически важное семейство имени вирида. Ну, вот до сих пор эволюционные отношения между вирусами с положительной, отрицательной, РНК, стекулой, двойной или нарной РНК, а также РНК, по-видимому, отсутствуют или недалеки. В любом случае, не установлены. Ну, и немножко статистики. Значит, 75% вирусов растений имеют геномы одноцепочной РНК, 55% имеют положительную цепь, 10% – относительную цепь, то есть требуют, должны быть преобразованы в положительную. И затем 5% содержат двухтепочечную РНК, 3% требуют обратную транскриптазу для превращения в РНК, 18% вирусов – это двухтепочечная. И вот в отличие от водных бактериофагов, очень немногие растительные плюсы, калиомофит, имеют двойную цепь. Время, как у животных вирусов – четверть, а в фагах – целых третий. Ну, как правило, вирусы используют босомы, да, для производства трех-десяти белков, которые они кодируют. В основном вирусы в форме сложных. Да, они полицистронные. То есть трибосома производит с одной цепочки сразу большой белок, состоящий из нескольких белков. И трансклят прекращается на первом стопкодоне. Вот, хотя бывают, например, лики стопкодон, то есть пропускающий стопкодон, например, вирус собачной мозаики, до 5% опускается, да, то есть 5% – это за счет как раз поликраза. Вот, так потом этот большой полипептид нарезается на несколько белков, до 10 обычно. Ну, этот называется процесс, процессинг или нарезка. Да, еще для трансляции эреотической, эукариотической, эукариотической МРНК требуется 5-кэп-структура, лупачок, да, ну, тем, метилгонезин, соединенный с другими фосфатными связями, эреотидами. Вот, вирусы часто кодируют белок, репликазус, активные фосферазы для зрения своей трансляции, хотя некоторые вирусы являются так называемыми кэп-снэтчерами или похитителями кэпа, то есть они отрезают кэп-колпачок тяйма, простительный кэп-колпачок при помощи фиазы, и полученная вот лидерная РНК как раз используется для транскрипции вирусного генома. Ну, есть ряд вирусов, которые зависимы от кэпа могут использовать в середине трансляции в 5-4х и 3х властях МРУ. Трическая пауза. Там все видно, слышно, да. Попробуем продолжить. Видите, тут небольшое. Улучшают звук. Продолжаем. Ну и еще особенность вирусов, да, то есть вирусные, как вы знаете, во-первых, растения не движутся, ведут неподвижный образ жизни, в отличие от животных и людей, то есть проникнуть вирус только в неподвижное растение. И второе отличие, как биологи, наверное, знают, что в растении, в отличие от животных, есть клеточная оболочка, да, состоящая из олигосахаридов, и есть кутикула часто. Так вот, растительные вирусы не способны проникать через кутикулу и клеточную стенку растений. Кроме того, у растений нет рецепторов, которые воспринимают вирусы. Поэтому в основном проникают они через раны, вызванные механическим повреждением. И следующий этап, значит, ну это уже как у всех вирусов, частичное или полное удаление молочки вериона в цитоплазме для дальнейшей трансляции вирусов. Клетка экспедиции вирусный геном, она предоставляет им аппарат для транскрипции, поскольку сами вирусы могут самовоспроизводиться, ну и аппарат для трансляции. То есть, ДНКО и вирусы должны попасть в ядро клетки, где происходит трансляция, да, ну а для транскрипции, которая происходит в цитоплазме, это уже все вирусы должны иметь доступ к белкам, необходимым для производства РНК-месседжа. Вот. При передаче вирусы, как я сказал, вирусы, то есть растения неподвижные, структуры, да, они имеют рецепторов, поэтому передача и стратегия, которые используют вирусы растений, отличаются от вирусов животных. Как правило, используется переносчик, сектор называется он, да, обычно это насекомые, вот, или другие беспозвоночные. Ну, клетки вируса окружены твердыми клеточными стенками, поэтому транспорт от клетки к клетке, как вирусной, так и не вирусной, может происходить через плазмодесмы, да, ну, и эфирионы тоже предпочитают этот. Вот тут у меня слайд, показывающий строение клеточной стенки, да, она бывает первичная, в основном состоит из мягких из пектина, да, и из более твердых углеводов, полиуглеводов, это целлюлозы, гемицеллюлозы или гнина, и соединяются между собой клетки каналами, которые называются плазмодесмы, а вот внутри них этих клеток бывает стежи эндоплазматического ретикулума, и также есть вот то, что называется мумент-потеины, это белки движения, вот тут красными точечками обозначены актиновые элементы, которые помогают продвижению в том числе сигнальных молекул, включая РНК и микро-РНК между клетками, ну и актин входит в мышцы полосатые, то есть тоже белок движения универсально используется не только в животных и в клетках. Ну и процесс перемещения от одной клетки к другой может занимать несколько часов для передачи если идет через плазмодесму, но для того, чтобы ускорить процесс передачи захватить как можно больше количества растений или все ткани растений необходим системный перенос то есть системный перенос существует через элементы флаймы это сетовидные клетки по которым движутся ассимилианты вирус и вирусы свободно движутся с протоком ассимилиантов то есть тут не несколько часов а буквально сантиметры в час для того чтобы время для возникновения системной инфекции у растений выаривируют от нескольких дней до нескольких недель но зато после этого растения поражаются моментально распространяются вирусы перионы по клеткам вот ну и в основном передача идет через вектор это насекомые прежде всего для белокрылка вот ну я уже упоминал вирусы из класса до верида они фактически являются вирусами насекомых которые эволюционировали для размножения вирусов растений некоторые вирусы нажались ахондриях насекомых но потом они приобрели движение и которые отвечают за сборку капсиды фактически стали независимыми и перешли или хозяина да ну и конкретный вектор может инфицировать только то растение которым он питается но вот белокрылка да когда в освоении нового мира это из старого мира белокрылкой было перенесено десятки то есть не десятки несколько вирусов и они заразили десятки растений вот тут слайд кто же из обзора врача вирусы то есть векторы которые заражают не один и не два а большое количество родов и семей сношен называются полифаговый вектор и вот в частности белокров белокрылка из рода бемиса собачная белокрылка она вот распространяет три этих вируса бегомовирус и кориновирус и хомовирус несколько десятков семейств розоцветные тоже нацветный даже уфорбиация это и уфорби вы и бобовые и какие хочешь ну что еще можно сказать про дачу вирусов насекомыми то что они подразделяются на персистирующие полуперсистирующие и неперсистирующие вот неперсистирующие они передаются только за счет крепления к стилету или ротовому аппарату то есть не проникают полуперсистирующие они проникают в кишечник а персистирующие вирусы не только в кишечник но и в кишечнику в олимпу на и железы хомова вот картинка как раз показывает как это происходит схематически зараженное растение да допустим белокрылка питается током на их листьях а потом попадает в случае персистирования в кишечник и железы и заражается вот и не уже здоровая ну и вот тут схема ума в разрезе да вот железы кишечник и ма лимфа то есть когда вирус проникает в ткани и железы животного насекомого то более тесно связан с ним животное заражает хоть и дольше но намного больше растений чем те которые являются не персистированиями вот ну и вот вирусы рода пативирус которые не персистирующие они даже имеют специальный белок который приклеивает к ротовому аппарату дли и таким образом растение то есть тоже может заразить не только одно а несколько растений за счет того что с более долго связан и происходит заражение нескольких секунд до нескольких минут ну и для персистирующих вирусов вот этого семейства верида который циркулирует в теле тли требуется минимум 12 часов для продвижения но они могут быть переданы чем они переданы другому растению зато фактически все растения которыми она питается будут заражены потому что вирус в ее теле находится постоянно что еще можно сказать про вирусов растительных которые бывают так называемые размножающиеся вирусы и циркулирующие то есть размножающие способны размножаться не только в клетках растений но и в клетках насекомого вот а циркулирующие вирусы они размножаются только в клетках только в клетках растения да и ну вот например вирус бронзовости томата и они защищены внутри с помощью белка эмбионта шаперонов еще называют то есть специальные белки бактерий обитающих внутри и да то есть сложная система насекомая бактерия вирусы вот они как бы способствуют размножению вируса да все вернее его передачи растений вот у персистирующих вирусов ну вот например вирус пятнистого увядания томата присутствует еще и липидная оболочка что характерно вообще для растительных вирусов вот и эта липидная оболочка производит белки вернее содержит белки произведенные ранее да и они связываются с клетками насекомых происходит так называемая рецептор опосредовательный эндоцитоз когда вирус сами растения не имеют рецепторов но тем не менее вектор может иметь рецептор который помогает вирусы перед катерой ну и следующий вектор это может быть нематоды круглые черви да ну они питаются гнилыми корнями в то же время повреждают их и передают следующим растениям кто может сказать что у них нету они они тоже бывают персистирующие не персистирующие но у них нету циркулирующих вирусов да ну и вот типичные вирусы передающиеся нематодами это вирус лицевой пятнистости табака вирус погребковости табака и так далее ну и еще некоторые вирусы вот в частности вирусы зерновых вирусы некротического пожелтения текла передаются при помощи плазмодиев точнее вот семейства плазмодиев форидис да это пиши форидис ну и следующий способ заражения это порядка двадцати процентов растений передается при помощи семян и пыльцы это можно назвать вертикальным переносом вирусов да он важен прежде всего для выживания вируса зимой да потому что растения могут погибнуть растения особенно летний могут сгнить а вот если груз проник в семинату он уже передастся следующему поколению ну и точно неизвестно как происходит заражение либо инвазии зародышем через ткани семизочатка либо путем зараженных гомет вот но однако известно что многие виды из семейства вот полых масленовых сложноцветных разоцветных тыквенных даже лаковых передаются через вирусы передаются через семенную пыльцу ну вот здесь слайд как это происходит либо семенная оболочка от лекитативных тканей материнского организма либо перезараженную пыльцу спермии при оплодотворении проникает в яйцеклетку может заразить как сперм так и клетку ну и ткани спорофита также да еще вот была одна статья в десятом году что якобы вирус слабой крапчатости перца может передаваться от растений к человеку однако статья оставила много вопросов чтобы передаться человеку должны связаться с каким-то рецептором да на поверхности рецепторов животных человека нет рецепторов для восприятия растительных вирусов то есть ну там дискутируется что возможно он передается при помощи РНК конференции ну возможно но точно механизм не объяснен и в общем-то остается под вопрос могут ли перезариваться вирусы родителей вот а то еще ну специфичность у вирусов разная да от нескольких видов или даже одного вида как вот вид вирус цитрусовых то есть от сада вот вирус мозаики огурцов может передаваться до более тысячи видов из 85 есть ну и вот тут разные симптомы заражения да наверное все вы знакомы у кого есть сады и огороды и домашние растения различные флоратические флоратические поражения тени скручивания плодов и так далее вот ну это я пропустил значит опять же огромный ущерб для урожая как я уже говорил приносит вирусы вот допустим вирус деформации побегов какао вращимых только в Африке приносит ущерб на стоимостью 28 миллионов миллионов долларов ежегодно для поражения риса вирусом тунгра то есть в Юго-Восточной Азии полтора миллиарда долларов и вот вирус бронзовости томатов терп на один миллиард долларов ежегодно причем он поражает не только томат но и арахис табак и другие культуры вот ну и что еще нужно сказать про вирусы что интересно в отличие от вирусов животных у них бывают не только сегментированные геномы данному знаете что такое сегментированные это несколько копий копийный вирус но объединенный в одну оболочку капсид бывают еще и комплексные геномы различных семейств вирусов но вот самый яркий представитель это промеверида которые заражают промус энермис факт и они содержат комплексные геномы и геномы разделены на несколько вирусных частиц и чтобы произошло инфицирование растение должно быть заражено всеми этими частицами вот например вирус мозаики брома он имеет три вирусных частиц и они три необходимы для возникновения инфицирования то есть что это дает вирусу прежде всего таким образом вирус может увеличивать геном потому что налагает ограничение на размер генома транспорт через плазмодесмы ну и легче проникать в клетку но с другой стороны если не вся не все частицы хотя бы одна отсутствует то уже размножение вируса невозможно учитывая что обычно вирусы как бы транслируются с избытком то как правило недостатка в части не бывает вот ну что еще интересно для применения вирусов значит в 80-х годах стали популярны и до сих пор используются трансгенные растения не только для экспериментов и питания но и для производства антител вакцин человеческих гормонов ну и сначала использовали полностью вирусы для производства белков да это довольно затратный по времени и по средствам процесс а потом стали использовать для экспрессии различные части вектора прежде всего их промоутеры ну вот первые вирусы наверное такие как вирус табачной мозаики и вирусы мозаики вигны использовались сначала для производства рекоменантных протеинов белков ну и наиболее хорошо изучена это вот вирус табачной мозаики и вот этот 35s вирус мозаики цветной капусты вот он тоже выглядит такой шарообразный да относится он к роду каулимавирус семейства каулимавирида я вам про него говорил это пара ретровирус содержит двойную центральную ДНК размер ДНК порядка 8000 пар нуклеотидов и тут схематически геномная карта представлена стоит он из промотора и 7 белков которые кодируются в геноме это прежде всего белки движения передачи насекомым белки связанные турные белки белки апсидные и так далее но интересно что у вот этого вируса очень сильный промотор конституционный промотор который используется для запуска для экспрессии многих генов не только для практики но и для экспериментов я вам показываю слайд из нашей работы которая была уже сделана 15 лет назад вот мы изучали семистрильность у арабидопсиса в том числе геотическую эмбриональную семистрильность то есть нокаут при помощи С элементов производился генома диодстройка С элемента в частичку фотосомы 26С РПН1 приводила к 25% абортивности а тип в отличие от дикого типа где семена полностью выполнены были вот такие частички то есть частички говорят такие растения где 25% абортировалась в стадии верного зародыша так вот мы чтобы есть такой метод для доказательства именно этот ген казуативный называется комплементации или резкий фенотайп восстановление фенотипа при помощи ревертивности мы сделали вот такой констракт две копии 35С промоутера вируса мозаики капусты были сшиты с полным полным микроскриптомом а вирусом бизентронов рентгенобизентронов рпн1 и в итоге нам удалось ревертировать несколько растений получить с сектором дикого типа ну вот такой фенотип мутанта а это то что мы получили да то есть фенотип восстановился ну и пцр анализ секвенс подтвердил что вот в этом этом ревертанте не было не было дес элемента да ну остались 8 плеотидов то есть таким образом произошло восстановление фенотипа за счет ну и еще какая же защита природная у растений от вирусной инфекции да в отличие от человека животных вирусами не имеют иммунных клеток да и как бы иммунные клетки они атакуют в основном белки значит вирусы растений то есть геном растений растений атакуют уже РНК генетический материал вирусов в основном за счет сайленсинга ну и бывает защита пассивная это когда растения не продуцируют один или несколько факторов хозяина необходимых для размножения его распространения и активно это которое как раз включает наружение и уничтожение зараженных клеток и когда неустойчивость растениям вот но есть такие так называемые RGINs resistant genes которые придают устойчивость болезням вызывая образование R-генов R-GINs или R-гены они состоят из так называемого нуклеотид связывающего домена и домена богатым лицином речи репет вот здесь вот как раз такие вот это замена показываются они участвуют в межбелковых взаимодействиях но также в связывании элегантов и производят R-гены от сотни до шести сотен эмологов разных вот ну и как я сказал что растения не имеют циркулирующих иммунных клеток и основное средство защиты это РНК сайленсинг то есть они активируют защиту могут перемещаться от клетки к клетке да микро-РНК и таким образом гасит образующиеся вирусы кроме того закрываются плазмодезмы то есть они уменьшают транспорт вирусных РНК из клетки но при этом пропускают микро-РНК собственного растения вот и малые микро-РНК могут быть переданы при помощи помогающих помогательных так называемых вне клеточных физику экзосом или мульти пикулярные тельца которые образуют сообщества экзосом ну и в экзосомах бывают РНК мессенджер РНК микро-РНК и небольшие инфекционные РНК которые могут передаваться как через плазмодезмы так и через апопласт то есть не не клеточный путь вот тут показан механизм образования экзосом да в клетке в цитоплазме экзосом они выбрасываются в оружие содержат МРНК микро-РНК белки иногда и движется как по симпласту то есть внутри клеток так и по апопласту в пространстве вот ну и регулирование экспрессии генов инсайленсинг происходит за счет деградации мессенджер мессенджер не выговорить МРНК патогена и репрессии трансляции а также путем демоделирования драматина ну управляется процесс подавления экспрессии процессингом продуктов триггера двухскочной РНК известны они как репрессирующие РНК или микро математически они ставлены двойная спираль РНК или хайрпин булавочка она тоже РНК белок дайсер врезает реальную РНК на фрагменты дальше белок аргонавт появляется элементом риск комплекса доставляет риск комплекса риск комплекса распознает мессенджер РНК патогена как раз сажает комплементарным способом РНК это является сигналом для уничтожения и за счет этого идет градация РНК так называемая РНК сайлесинг а свободные РНК опять высвобождаются процесс как бы растет по метрической прогрессии пока необходимость уничтожения не прекратится еще один способ это регулирование посредством деградации помощи называемых бикветин сомный путь от участия молекулы бикветина и протеосома 26 это по степени осаждения 20 комплекс который осуществляет деградацию деградированных белков во всех эквариотических клеток не только у растений и он довольно консервативен филогенетический у растений животных и у период вовлечен он как в протеолитические так и в другие процессы контроль иммунных реакций важен для разнообразных базовых процессов на принии клеток ну вот для примера белок многократного использования убикветин состоит из 76 глицин в стациональном положении красным обозначен лейцин привязывается для того чтобы для градации убикветин привязывается к положению 27 как правило и система которая фактически является каскадом конъюгации базируется на трех группах ферментов это убикветин активирующие фигменты ферменты Е1 и глиниюгирующие ферменты Е2 которые передают остатки на глигазы и вот собственно они являются теми самыми основателями таргета и прикрепляют как правило 4 или 5 остатков и вот как раз убикветиновая метка является сигналом для протеосомы 26 S эту мишень нужно уничтожить внутри симметричная состоит из белковых альфа и бета цитровых последовательности является протеолитическая полость с протеолитическими ферментами и вот эти две крышечки они как раз принимают участие в распознавании таргета вот ну и без надежной функции вот этого убикетированного убикетинированного пути инвазия патогенов и других вредных молекул резко возрастает из-за ослабления иммунной защиты а как же борется с этим делом ну значит прежде всего идет селекция на устойчивость растений к вирусам то есть это началось с самого начала одомашнивания человеком растений в эпоху собирательство да но сначала селекция шла чисто визуально морфологически да те растения которые не заражаются или редко заражаются пировали да а потом стали контролировать выращивание помощью обусловленной рожденной болезням то есть приобретенной генетически выводить сорта и различные виды ну и патогены тоже находятся под давлением отбора появляются новые патогены особенно вирусы и бактерии к этому склонны поэтому довольно сложно появляется каждый вирус появляется с генная устойчивость также бывает для подавления вирусной инфекции так называемые сайленсинг пейст то есть основанная на рене сайленсинге о том чем я рассказывал пример у тыквы комбинируя гены вирусных оболочек в трех вирусных оболочек точнее сделали гибриды для трех таких вирусов получили пулевирусную устойчивость вот один пример трансгенная инженерия устойчивости к вирусным скрываниям это вирус кольцевой пятнистости папайя вот на слайде видно как выглядит как появляется этого вируса он уничтожил к середине 90-х годов почти всю индустрию папайи на Гавайях ну и была применена аналогичная борьба стратегия борьбы с вирусом и вот к концу 90-х была создана первая трансгенная папайя устойчивая к вирусу и одобрена к продаже то есть устойчивость к болезням длится трансгенных растений более 15 лет и вот трансгенная папайя составляет порядка 85% производства в США также одобрена для продажи виртузе вот ну и еще интересно вот компания Monsanto да производила так называемые у них были торговые названия New Leafy Y и New Leafy Plus она производила картофель устойчивый к вирусу скручивания листьев картофеля да и кроме того вот эти гибриды гибриды генномодифицированные растения также имели устойчивость к колорадскому жуку за счет бацилиус рингенсис ген который был в этом констракте и первое время особенно продвигал эти линии New Leafy да Макдональдс ну однако после вот нападок зеленых и большого общественного движения против генно модифицированных растений где-то в начале 2000-х годов Макдональдс решил не покупать у Monsanto больше картошки и Monsanto закрыла картофельный бизнес который назывался NatureMark и кроме того прекратила исследование по созданию устойчивым болезням от вирусных патогенов других более десятка видов которые находились в стадии разработки вот ну и естественные аллели которые также способствуют устойчивостью к различным вирусам это вот аллели EIF 4E F OG то есть это фактор инициации элангации трансляции хозяина да в рецессивном виде они устойчивы прежде всего к поти вирусам у таких болезней таких культур как смень рис а также помидоры перец горох салат дыня и некоторых других ну и сначала делали скрининг на естественный поиск аллелей ну понятно что многие культурные растения эксаплоидные октаплоидные то есть найти довольно сложно тем более размножить их тоже довольно сложно поэтому начали делать скрининг химически индуцированных мутатов прежде всего ээс индуцированных индуцированных танты когда искусственно индуцированных растений и как бы селектируют на вот эту аллель ИФ4Е годную у томатов вот ну что еще можно сказать что у растений в геномах встречаются и эндогенные вирусы так называемые ИРВИ напоминающие параретровирусы то есть вирусы содержащие цепочные цепочные ДНК которые индуцируются через цепочную РНК вот и встречаются у растений эндогенные производные вирусов не имеющие обратной транскрипции ну то есть вирусы которые уже закрепились в процессе эволюции например вирусы семейства имени верида ну и вот ИРВИ это один из немногих источников информации о древних этапах эволюции вирусов потому что они произошли в результате интеграции древнего предкого вируса в геном клеток хозяев и их еще называют вирусно-ископаемые потому что они интегрировались в геномы растений много миллионов лет но и вот довольно важные эти эндогенные вирусы для широко исследованы у животных но растения только-только начинают исследоваться их используют как идентификация логичных эндогенных элементов для калибровки временных шкал для построения филогенетических деревьев эволюции вирусов сколько время расхождения растительных видов хозяев известно с помощью вот этих этого метода удалось даже оценить возраст некоторых семейств вирусов и семей такие семейства как фарваверида филаверида порноверида и цирковерида то есть оно было установлено что они от 30 до 93 миллионов лет назад произошли рот ретро вирусов антивирус произошли 12 миллионов ну и что еще можно сказать что довольно важно исследование вирусной метагеномик или ее называют сейчас еще вирусомика то есть происходит смещение акцента изучения отдельного системы или взаимоотношения вирусовектор хозяин на характеристику целого разнообразия биологии вируса в контексте всей среды обитания то есть экосистемы как известно благодаря опять же отчасти новом поколении секвенирования генетическое разнообразие вирусов не уступает разнообразию клеточных форм вирусом вирусы как я уже говорил по-видимому являются не просто патологические агенты уничтожения вероятно в системах выполняют ключевые функции глобальных экосистемах самого начала возникновения вирусов на земле ну и вот тут у меня тоже слайд из этой же стороны нэйча в большем лучшем понимании экологии эволюции вирусов он показывает в том что решение важных вопросов в области экологии эволюции вирусов как на уровне взаимодействия вирус хозяин сектор да также сообщества вирусов логическое сообщество вирусов и целые экосистемы оно может быть решено с помощью высокопроизводительного секвенирования или геномного секвенирования на основе включая молекулярность секвенирования смс то есть они могут быть использованы для изучения взаимодействия масштаба экосистемы также портативное секвенирование мини-айм в полевых условиях для кортирования пространства вирусных последователей ну и это поможет выявить распределение вирусов агроэкосистем в дикую флору и фауму ну и также метагеномные исследования следующего поколения позволят установить в экосистемах анализ и взаимодействия между вирусами переносчиками хозяевами и другими представителями макро и микро фауны а также один из важных вопросов можно ли создать и применить сообщество вирусов и микробов полезных вирусов для защиты м отторжения вазирных вирусов растений и технических домов вот ну и вроде как все да поэтому благодарю за внимание вопросы замечания готов и смогу ответить и слушать да можете сейчас будет спасибо нет обратные связи нет 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 вопрос мне пока зачитай вопрос есть то да есть и тогда да обратно ну ладно меня видели уже забуду что я фотографию вы интересующимся да видя что-то не получилось ладно спасибо за интересную лекцию у вас было довольно много подключившихся участников и от них поступило несколько вопросов я сейчас когда их задам один из вопросов касается следующего аспекта удастся какие-то механизмы природные или может быть искусственные из-за которых известны случаи переноса вирусов из одних агрокомплексов расположены на больших расстояниях друг от друга существует ли возможность вот такого переноса вирусов одного сообщества находящихся в одной стороне в какое-то сообщество растительных нет ну безусловно вот это даже когда было я рассказал сказал даже в моем сообщении да то белокрылка которые когда перевозили табак из нового мира в старый мир перенесли десятки вирусов и заражены были десятки семейств растений а при современной транспортировке мобильности населения безусловно тут тебе и насекомые тут тебе насекомые которые или грибки и те же нематоды которые могут прилипнуть к лапкам насекомых и к рыбам и к чему угодно то есть разумеется вирусы они вездесущие агенты и они даже раньше проникали на другие материки а сейчас тем более более того наверное особенно как бы сейчас актуально вот с этим коронавирусом то есть то что вирусы разных не только семейств но и которые поражают разные царства свободно рекомбинируют и реплицируются возникают новые вирусные сообщества это довольно как бы не то чтобы обычно но довольно часто встречается среди вирусов только к счастью не все они патогены для человека и животных и все они находят массовое распространение то что это происходит и будет происходить это вполне возможно хорошо тогда следующий вопрос был по поводу адаптивной иммунной системы известна подобная система млекопитающих в частности у человека есть ли некоторый аналог адаптивного или приобретенного иммунной это у растений которые позволят сформировать устойчивость при повторном заражении вот те микро-РНК которые образовались то есть существует пул они же полностью не исчезают но если вирус как бы возникает опять то есть вот этот риск тема она их производит больше и больше то есть они уже менее заражаемые вот понятно что она не так быстро как-то клетки человека реагирует но тем не менее популяции или в индивидууме есть то есть они уже более быстро кроме того у растений идет естественная селекция то есть те виды которые неустойчивы они как правило погибают и следующие уже к этому штамму приспособлены понятно что у человека такое сделать невозможно хотя раньше тоже коронавирус пока вот еще вопрос поступил касательно вирусов низших растений в частности водорослей морских водорослей известны ли какие-то классические вирусы которые в первую очередь морские водоросли ну ухаровые я вот забыл название где-то у меня тут выписано я не помню точное название но есть конечно водоросли есть более того я думаю что первые вирусы они появились как раз у водорослей а потом то есть водоросли были первые возникшие растения потом уже появились сосудистые растения где-то у меня было написано я не хочу придумывать по-моему это рабдовериды но я точно не помню если ответить коротко то да есть вирусы у водорослей спасибо следующий вопрос поступил по поводу как раз рабдовирусов в книге эволюция вирусов автора Жданова высказывается гипотеза о том что рабдовирусы это изначально вирусы растений и соответственно имел место переход по следующей эволюционной цепочке растения насекомые млекопитающие и соответственно у млекопитающих он вызывает болезнь которая бешенство или боязнь по старой классе известно ли вам что-то про эту концепцию нет честно говоря поскольку я сказал что я специально вирусами не занимаюсь мне неизвестно но то что вот из прочитанной литературы из исследований коллег я знаю что переход от одного царства в другое вполне нормально вообще вот ну вот то что я вам рассказывал обзор прошлого года и в Нейче они считают что вирусы произошли наоборот в растении от насекомых грибов но вполне возможно что они могли ходить туда и обратно вот единственное что вирусы я говорил в начале доклада что вирусы почему считают что наиболее близкое насекомое и в том числе членистоногие да и то есть не только насекомые все членистоногие и грибы потому что у них очень много гомологичных белков в капсиде то есть даже те вирусы которые только считаются инфицируют растения у них очень много белков которые гомологичны белкам вирусов именно этих организмов то есть откуда откуда да там диван не очень корот крайне садись не упадет вот и этот то есть что раньше курица яйцо это проблематично потому что как я вам сказал филогения вирусов только начинается современным уровнем да и довольно сложно ее делать кто был первым носителем вполне возможно что были растения потому что они раньше появились вирусы это очень древние хоть и внеклеточные элементы вполне возможно что от растений они перенесли насекомых а потом вернулись назад но я точно скажу поскольку я исследованием этих не занимался я вам не могу сказать сто процентов вопрос что случилось с диваном но я думаю это не входит шатается немножко да ну что же я думаю что на этом мы можем закончить нашу трансляцию всем спасибо жалко что не удалось пообщаться лично потому что у меня к вам тоже вопросы есть думаю в следующий раз будем теперь надеяться на том что мы еще пригласим Верион Владимира ну и эта встреча уже пройдет пройдет в классическом формате очно всем спасибо всего доброго до свидания субтитры и Продолжение следует...